— Я, конечно, понимаю, что и в нашей церкви не все гладко, — заговорила однажды Агнесса по дороге из Томска, — но у них проповеди какие-то неживые. Детей на собрании совсем нет, и зачем они с кафедры читают газеты, да еще правительство расхваливают на все лады. Что-то здесь не то. — Борис не спешил с ответом. Он и сам часто задумывался над этими трудными вопросами. Агнесса же продолжала. — Я слышала, что где-то недавно отлучили группу молодежи за то, что они пели в электричке, и никто из них не заступился. Разве это справедливо? Неужели никого нет, кто бы увидел, что все эти запреты исходят от старших братьев? — Думаю, многие видят. Но кто осмелится громко заявить об этом? Да что там, у нас самих не все так, как хотелось бы. Проповедников сильных нет, даже пресс-фитера нет. Оттого столько всяких неразрешенных вопросов. Шел 1957 год. Совсем недавно Борис и Агнесса узнали, что их третья дочь Мария серьезно больна. С тяжелым диагнозом ее отправили на операцию в Томск. Проведывая свою девочку в больнице, они познакомились с верующими и, по возможности, всегда посещали богослужения. Однако многое им было чуждо и непонятно. Три месяца Мария лежала в томской больнице. Три месяца Бориса и Агнесса ездили к дочери и посещали томскую общину. В те дни боль души о судьбе четырехлетней дочери смешивалась с сердечным томлением о плачевном состоянии церкви. «Разве это правильно, что власти вторгаются в церковные дела?» – думал Борис и порой рассуждал об этом с Агнессой. А она приводила ему неоспоримые факты. Почему в церкви нельзя призывать к покаянию? Почему докрещение допускается только через три года? Зачем такой длительный испытательный срок? Почему в молитвенных домах продают билеты в кино, а детей запрещают водить на собрание? «К тому же за несоблюдение всех этих необъяснимых правил исключают из церкви», – печально вздыхал Борис. Правда, всего этого не было в Анжеросуджинске, но так было в Томске, в Новосибирске, в других городах. Наблюдая это страшное отступление от библейских принципов, многие христиане скорбели. «Неужели не найдутся братья, способные исправить создавшееся положение?» Через три месяца после неудачной операции Мария умерла. Похоронив дочь, шмидты уже не ездили так часто в Томск, но скорбь о болезнях церкви не оставляла их. В то же самое время в Анжеросуджинск стали доходить слухи, что в некоторых местах верующие, обеспокоенные состоянием церкви, стали собираться отдельно. Так было в Осинниках и в Барнауле. Однажды Борис, находясь в Новосибирске, стал невольным свидетелем отлучения братьев и сестер, несогласных с новым положением ВСЕХБ, разосланным по зарегистрированным общинам от имени руководства ВСЕХБ. После утреннего богослужения, на котором присутствовал Борис, было объявлено членское собрание. Гости вышли во двор. Зачитав длинный перечень фамилий, пресвитер сказал, «Тех, кто не согласен с новым положением, будем считать отлученными». Из зала один за другим стали выходить братья и сестры. Кто-то плакал, кто-то тяжело вздыхал. Их лица выражали печаль и недоумение. Вслед уходящим из зала летели нелестные реплики. «Если бы они были наши, то остались бы с нами». «Они ушли, потому что не наши». В тот день около пятидесяти человек оказались отлученными. Они стояли во дворе, беспомощно глядя друг на друга. Среди них был и старец Яраст Киреевич Смолюгов. Он мягко сказал, «Пойдемте, друзья, в лес. Помолимся Богу под открытым небом. Он услышит нас». Пошли в лес. Яраст Киреевич предложил молодым братьям начать собрание. Находясь там среди друзей по духу, Борис оказался свидетелем рождения новой церкви в Новосибирске. Впоследствии Яраст Киреевич стал ее пресвитером. В отличие от других общин, в Анжера-Суджинск не поступало никаких положений и инструктивных писем, потому что церковь не была зарегистрирована. Здесь христианам приходилось вести борьбу другого рода. Представители органов власти, пытаясь подчинить себе общину, всячески угрожали верующим и притесняли их на производстве. При всем том, богослужения не прекращались, и дети всегда ходили на собрания вместе с родителями. В 1961 году верующие Анжера-Суджинска узнали, что по всей стране в церквах началось пробуждение. К ним тоже пришло письмо от служителей, обеспокоенных состоянием церквей и призывающих христиан к очищению и освящению. В тот день Бориса не было дома, а Гнессе передали письмо со словами «Это важно для всех верующих». Открыв конверт, она не без волнения прочитала «К Церкви Божьей евангельских христиан-баптистов» от инициативной группы. А Гнесса несколько раз перечитала длинное письмо, в котором вскрывались проблемы в СЕХБ, а также был призыв к ходатайству о съезде верующих. В конце письма стояла подпись «Присвитеры Крючков Г.К. Прокофьев А.Ф». «Услышал нас Господь!» – облегченно вздохнула она. «Решились братья встать в проломе. Интересно, кто они?» Когда Борис вернулся из поездки, Агнесса отдала ему письмо. Несколько раз они прочитали его вместе, живо обсуждая прочитанное. «Братья пишут верно. Нужно бороться за истину». Борис задумчиво убрал письмо в ящик. «Правда будет нелегко. Кому-то придется разделить участь Стефана». «Да», – Агнесса взглянула на мужа. «Но вместо Стефана Господь воздвигнет Савлов», – повторила она запомнившиеся слова из письма. «Гостей принимать не будем. Да и самим нам нечего делать в других церквах», – решительно заявил Борис, приветствуя брата после молитвы. «Почему же? Зачем так отгораживаться?» – непонимающе спросил Владимир. «Они только раздоры вносят. Посмотри. Один приехал, все настаивал на регистрации. Другой чуть ли не напрашивался в пресвитеры. Нужно хранить церковь. Вот такая будет у нас китайская стена». В конце 1950-х годов во многих церквах положение действительно было сложным. Хотя в больших общинах вблизи Анжера-Суджинска было немало искренних верующих, поведение служителей настораживало Бориса и Владимира Шмидтов. Не зная опытных наставников, они многому не были научены, потому совершали служение, как понимали. Однако братья из ближайших церквей стали искать общение с верующими в Анжера-Суджинске. Агнеса тоже побуждала мужа общаться с другими христианами. «Не одни мы хотим жить свято. Посмотри, какие искренние братья приезжали из Юрги!» Борис много заботился о том, чтобы собрания проходили регулярно. Духовные нужды требовали особого внимания, и он трудился в церкви, не жалея себя. Христиане любили его за внимательность, за готовность помочь в трудную минуту. За неимением служителя он по решению членов церкви стал совершать вечерю Господню, крестить новообращенных только без возложения рук. Братья давно уже поговаривали о рукоположении Бориса, но это совершилось только в 1963 году. В тот летний прохладный день в небольшом домике Шмидтов неспешно готовились к обеду. Гостей не ждали. Однако Борис, посмотрев в окно, увидел двух братьев, заходящих во двор. В одном из них он узнал пожилого служителя из Славгорода, Андрея Исаковича Жирова. Этот старец был известен на Кузбассе как епископ, имеющий право рукополагать в служителей. Борис сразу догадался, зачем приехали братья. Поэтому, когда они после сердечного приветствия стали знакомиться с семьей, он прямо спросил, что, надо собирать членское? Надо, ответил Андрей Исакович. Борис объехал на мотоцикле всех членов церкви и предупредил, что вечером состоится членское собрание. За это время служители побеседовали с Агнесой, которая с радостью приняла предложение братьев о рукоположении мужа. Она уже давно желала этого и горячо молилась о плодотворном служении Бориса для Царства Божьего. На членском собрании Андрей Исакович поставил перед церковью вопрос о рукоположении Бориса Яковлевича Шмидтов при Свитере. «Какое ваше мнение? Можно доверить ему это служение?» Все единодушно проголосовали за столь желанное решение, и оно было осуществлено на том же собрании. Сам Борис Яковлевич принял эту ответственность со страхом. Да, он много делал для общины, делал из любви, но о том, что ему доверят при Свитерской служении, никак не думал. Служа братьям и сестрам, он искренне ждал, что Господь в свое время пришлет к ним служителя. Но Бог именно в нем усмотрел пастыря для Анжиро-Суджинской церкви. Через четыре года в общине вновь был праздник. Приехали служители Ведель и Ящуковский. Чтобы рукоположить Владимира Яковлевича, он тоже стал пресвитером. В конце 1960-х годов в Анжиро-Суджинске произошло большое пробуждение среди молодежи. Многие юноши и девушки обратились к Богу на молодежном общении, которое проходило в Новосибирске. Церковь заметно увеличилась. Как-то раз весной Борис Яковлевич поехал в Абакан, пообещав жене вернуться к Пасхе. Наступил страстной четверг. Затем пятница, а его все не было. Агнеса Петровна заволновалась. Наступил вечер. Почти все предпраздничные дела были сделаны. Дети спали. Агнеса Петровна пекла традиционные булочки к воскресенью. А мысли не давали ей покоя. Где Борис? Почему так долго не приезжает? Он ведь обещал вернуться к празднику. Укладывая румяные булочки в хлебную корзину, Агнеса Петровна вспомнила слова из Евангелия, прочитанные накануне. Он надобен Господу. Ей показалось, что они прозвучали у нее в самом сердце. Горячая слеза покатилась по щеке. Конечно, Господь, если мой муж нужен тебе, я не буду держать его около себя. Это согласие наполнило ее душу глубоким миром. Негромко напевая, она поставила в духовку последний противень. Вдруг в дверь тихонько постучали. Открыв, Агнеса Петровна увидела на пороге мужа и его двух друзей. «Корней Корнеевич», — представился брат, протягивая руку. Сестра, бывшая с ними, лишь горячо поприветствовала хозяйку. «Заходите, заходите», — проговорила Агнеса Петровна, взволнованно теребя фартук. Только на следующий день она узнала от мужа, что он вместе с Корнеем Корнеевичем Крекером, служителем из Осинников, был не только в Абакане. Они посетили несколько церквей на Кузбассе. С ними ездила сестра, имя которой не называлось. Она находилась на нелегальном положении и помогала служителям в издании журнала «Вестник спасения». Смешанные чувства наполняли Агнесу Петровну. Она была рада, что муж общается с братьями, что он востребован в служении. Но все-таки ей было больно слышать, что после праздника он опять уедет. В те времена Борис Яковлевич познакомился с Павлом Павловичем Шаповал из Новокузнецка и Павлом Фроловичем Захаровым из Прокопьевска. Его духовный кругозор значительно расширялся благодаря общению с самоотверженными служителями. В Анжера-Суджинск стали приезжать братья из Новосибирска Пёт Андреевич Бородинов, Яраст Киреевич Смолюгов. Они знакомили церковь со служением оргкомитета, призывающего христиан на путь чистоты и святости. Секретарю ВСЕХБ Кареву Александру Васильевичу начал свое письмо Борис Яковлевич. Представившись, он безбоязненно обозначил проблему. Не понимаю, как вы могли собрать съезд в тайне. Мы столько ходатайствовали о нем, а вы даже не поставили нас в известность. Он был возмущен действиями ВСЕХБ, который в 1963 году провел съезд тайком от верующих, обеспокоенных состоянием руководства Союза. После того, как группа служителей вскрыла нечестное служение старших братьев и распространила письма с призывом к съезду, в правительство посыпались ходатайства о съезде. Однако правительство в жесткой форме отклонило эту просьбу. Спустя короткое время, видя, что брожение в среде верующих не утихает, власти решили пойти на хитрость провести съезд ВСЕХБ, не приглашая туда инициаторов созыва съезда. К удивлению Бориса Яковлевича, через некоторое время он получил ответ из канцелярии ВСЕХБ. В этом письме деликатно и учтиво разъяснялось. «Дорогой брат, мы не планировали созывать съезд. Проводя совещание, мы с радостью отметили, что к нам присоединилось так много братьев, поэтому решили назвать это общение съездом. Прочитав письмо, Борис Яковлевич подумал, неубедительно все это, и решил написать еще одно. Братья, вы хорошо образованы, и вас нельзя упрекнуть в том, что вы не знаете историю церкви. Однако ваши действия говорят об обратном. Почему мы не могли решить наши церковные вопросы вместе? Почему в церковные дела вмешиваются власти? К тому времени, как пришел ответ и на это письмо, Борис Яковлевич понял, что вся эта ситуация со съездом была спланирована и нацелена на ослабление влияния Оргкомитета. В 1966 году Бориса Яковлевича пригласили в Кемерово, где собралось немало братьев из отделившихся от ВСЕХБ и незарегистрированных церквей. На совещании был поставлен вопрос, можем ли мы участвовать в очередном съезде ВСЕХБ, запланированном на этот год. Обсуждали долго. В итоге один из пресс-фитеров, Иван Семенович Жирков, предложил, «Борис Яковлевич, ты правильно понимаешь этот вопрос и можешь его хорошо изложить. Давай вместе пойдем к зарегистрированным на Братское, и там ты все изложишь по порядку». Молитвенный дом Кемеровской зарегистрированной общины был полон. Присутствовал даже Мицкевич, заместитель генерального секретаря ВСЕХБ. Борис Яковлевич сидел в большом зале рядом с близкими ему по пониманию братьями. От волнения он то сворачивал в трубочку, то разворачивал тетрадь, в которой подробно изложил свое восприятие происходящего в Братстве. К микрофону подошел Фаст, один из пресс-фитеров Новосибирской общины. Он открыл собрание, зачитал повестку дня и объявил, «На нашем общении присутствуют гости. Считаю, что им первым нужно дать слово. Пожалуйста, братья, проходите вперед». Борис Яковлевич от неожиданности смутился. Кто-то подтолкнул его, «Ты же записал свои мысли, выходи». Он решительно встал и прошел на кафедру. Количество сидящих в зале воодушевило его, и он бодро начал. «Братья, мы очень встревожены тем, что происходит в наших церквах». Борис Яковлевич ясно и четко читал свои записи, останавливаясь на каждом пункте, и предлагал братьям доводы о недопустимости участия у полномоченного по делам религиозных культов в членских собраниях и братских общениях, о нечестном проведении предыдущего съезда и многое другое. Во время его выступления неожиданно встал Фаст. «Брат, вы читайте, но не объясняйте». Но Борис Яковлевич хотел, чтобы все присутствующие могли правильно понять ситуацию и серьезно задуматься о том, что происходит в братстве. Когда он закончил и занял свое место в рядах, к микрофону подошел Мицкевич. Гневно глядя в сторону гостей, он сказал, «Вы чувствуете, к чему он призывает?» «К войне!» «Мы же понимаем обстановку по-другому. Если на дороге зажигается красный сигнал цветофора, надо остановиться, иначе нас оштрафуют. Если правительство нам что-то запрещает, это для нас красный свет, и мы должны слушаться, иначе нам придется голову положить на плаху, а я этого не хочу». Дискуссия шла долго. В итоге братья из отделенных церквей заявили, что по изложенным ими причинам участвовать в съезде в СЕХБ не могут. После общения всех пригласили на обед. Заняв место за длинным столом, Борис Яковлевич увидел, что напротив него сидит старший пресс-фитер по Западной Сибири Бородинов. Чтобы не упустить момент, он сразу же спросил. «Константин Петрович, неужели вы не понимаете, что уполномоченный не имеет права присутствовать на членском собрании?» «Прекрасно понимаю», – кивнул тот. «Но если я начну возражать, завтра об этом узнает КГБ. А тогда сами понимаете, что будет. Впрочем, на братских собраниях мы вначале проводим назидательную часть в присутствии уполномоченного. А потом, когда он уходит, думая, что общение закончилось, решаем деловые вопросы. «Почему же вы не говорите об этом братьям?» «О, это же все равно, что петлю себе на шею надеть», – замахал руками Бородинов. После этого общения Борис Яковлевич еще больше утвердился в правильности выбранного пути, желая служить Богу чистосердечно по Евангелию. «Мой папа – самый лучший», – часто говорила подругам Юстина. «Я очень сильно люблю своих родных». Большая семья Бориса Яковлевича и Агнесы Петровны действительно была дружной. Все вместе они переносили выпавшие на их долю трудности, вместе работали, вместе служили Богу. Большой семья, конечно же, стала не сразу. Родители принимали детей от Бога по очереди, с радостью, уделяя внимание их воспитанию и христианскому становлению. Первым в семье появился в 1950 году сын. Назвали его Яковом по традиции, в честь дедушки. Да и библейское имя импонировало молодым супругам. В 1951 году Господь подарил дочь, и она была названа Юстиной. Это уже в честь бабушки Шмидт. В 1953 году семью пополнила Мария. Прелестная, милая девочка росла болезненной и много страдала. В самом начале 1958 года она ушла в вечность. Скорбя и одновременно утешаясь Божьим провидением, родители пережили большое горе. В 1955 году родилась Елизавета, за ней в 1956 году Анна, а в 1958 Агнеса. Каждого ребенка в семье встречали с радостью и с особой заботой и любовью. Дети росли в доброй, спокойной атмосфере, и в этом было их счастье, которое не исчезло с годами, даже когда они покинули родительский дом. В 1962 году Господь подарил супругам еще одну дочь, Маргариту, а в 1964 второго сына. Конечно же, его назвали Борисом, а как иначе? Родителям хотелось, чтобы сын пошел по следам отца вслед за Господом и только за ним, чтобы он был добрым воином Иисуса Христа и с ним одерживал победы в духовной брани. В 1965 году родилась Эрна. Приняли и ее, словно дар, с радостью и надеждой, кто, как не дочь, поможет матери в старости, взяв на себя всю работу по дому. Но об этом можно было только помечтать, а пока новорожденные приносили с собой массу забот и бессонные ночи. Полноправным членом большой и дружной семьи была Агата, тетя Бориса Яковлевича, младшая сестра его матери. Богобоязненная и благоразумная, она много времени уделяла детям, учила их страху Божьему. С самого начала семейной жизни Борис Яковлевич и Агнеса Петровна обзавелись хозяйством. Они держали скот, сажали огород. Этот тяжелый труд приносил свое благословение. Несмотря на то, что в 1970 году Борис Яковлевич вышел на пенсию, которая составляла всего 120 рублей, не так уж много для большой семьи, и на его иждивении было еще шестеро детей, шмидты не знали нужды. Благодаря дружной работе и детей, и взрослых, у них на столе всегда было все необходимое, и хлеб, и молоко, и мясо, и другие продукты. В те годы не было и речи о какой-то помощи от родственников из-за рубежа. Большим благословением и настоящим подарком от Бога была для Бориса Яковлевича его жена. Мудрая хозяйка, заботливая мать, настоящая христианка. Она старалась создать уют в доме и во дворе, ее пышный цветник всегда радовал мужа. «Посмотрите, какой удивительный наряд у этих цветов», говорил он детям. «Он прекраснее, чем одежда царя Соломона, хотя тот и жил в роскоши». В свободное время Борис Яковлевич любил столярничать. Еще в начале супружеской жизни он всю мебель в доме сделал сам. Шкафы, комоды, столы, стулья и кровати были собственного производства, ручной работы. Каждый раз, заходя в мастерскую, он наслаждался запахом древесины и, работая рубанком, приговаривал «Стружки такие красивые, словно кудри у ребенка». В разгар лета три семьи Бориса Яковлевича, Владимира Яковлевича и Андрея Яковлевича уезжали на сенокос. Это было целое событие. Вставали на заре, покосы находились далеко, на расстоянии около 20 километров. Как радовали всех первые лучи восходящего солнца. Сон убегал, и косари с радостью предвкушали дружную работу. Над лугом еще стояли клочья утреннего тумана, а уже было слышно, как отцы тщательно точат косы. Какая-то птичка распевает. Прекрасная песня, послушайте. Борис Яковлевич любил наблюдать за природой. На лугу взрослые дети вставали в ряд, и в воздухе появлялись новые звуки. То дружно свистели косы в умелых руках. Во время передышки, любуясь ровным ковром скошенной травы, Борис Яковлевич восхищался. Посмотрите, какая красота! Каждая травинка, каждый цветок говорит нам о величии Творца. Все, что он создал, славит Бога. И мы тоже не должны молчать. С песней работа спорилась. А косить приходилось много. Нужно было заготовить корм на трех коров, да еще и за покос рассчитаться. Часть накошенной травы отдавали леснику. Детям нравилось работать с отцом. Он всегда трудился увлеченно, не только в мастерской или на покосе, но даже копая огород. Какая рассыпчатая земля! Какая она плодородная! А лопата какая острая! – приговаривал он обычно, и его благодушное настроение передавалось окружающим. Борис Яковлевич даже ел с удовольствием. Совершенно непривередливый, он хвалил все, что приготовлено и подано на стол. Если ему доставалась всего лишь голова от курицы, он и тогда лакомился ею, утверждая, что ничего вкуснее не бывает. Не только родные и близкие замечали доброту и безотказность Бориса Яковлевича, часто приходили соседи занять какую-нибудь деталь или инструмент, попросить о помощи. Он всегда делился тем, что у него было, и всем старался помочь. Однажды пришел сосед, известный своей необязательностью. Он редко отдавал долги, но вот опять попросил одолжить ему пятерку до получки. «Для чего тебе деньги?» – строго спросил Борис Яковлевич. «Хлеб купить не на что». «Я отдам, точно отдам. Голову даю», – клялся тот, ударяя себя в грудь. «Ладно, поверю тебе», – сказал Борис Яковлевич и пристально посмотрел ему в глаза. Когда сосед ушел, Агнеса Петровна спросила, «Зачем ты ему дал?» «Знаешь же, что не вернет, а то и пропьет». «Знаю», – вздохнул Борис Яковлевич. Но так хотелось ему поверить. В доме, построенном еще в 1949 году из старого бруса, становилось все теснее. Не один раз Борису Яковлевичу приходилось расширять небольшую кухоньку, пристраивать то одну, то другую комнату. Однако семья росла, и с годами места требовалось все больше и больше. Агнеса Петровна стала говорить мужу о том, что им нужно строиться. Но ему страшно было даже подумать об этом. Как можно, живя на одну зарплату, построить дом? Кроме того, Борис Яковлевич постоянно был занят служением в церкви. Какое-то время идеи о новом доме не возвращались. Однако, когда Яков отслужил в армии и демобилизовался, снова встал вопрос о строительстве. Борис Яковлевич поделился семейными планами со своими братьями, Владимиром и Андреем. «Конечно, начинайте стройку!» Поддержали они. «Мы поможем! В этом старом гнезде вам трудно вырастить своих цыплят!» В 1972 году Борису Яковлевичу удалось купить недорогой бревенчатый дом. Разобрав его, он получил хороший строительный материал. В то время город интенсивно строился, и многие добротные дома продавали под снос. Строили шмидты сообща. И уже через год на участке стоял прочный сруб. В новом жилище, как и прежде, семья всегда с желанием принимала церковь, которая проводила богослужения по домам верующих. Чтобы провести богослужение, из самой большой комнаты выносили всю мебель и устанавливали скамейки. Трудоемкая работа никогда не была в тягость. Все от мала до велика были рады послужить Божьему народу, а значит, самому Господу». Субтитры создавал DimaTorzok